Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. За 2 часа и 6 минут глава государства охватил все сферы жизни современной России. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы и сенаторы, представители ключевых ведомств, духовенства, артисты, участники специальной военной операции и иностранные журналисты. В послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько поручений, касающихся жителей Дальнего Востока. Он предложил направить часть средств с продажи квот на водные биоресурсы на развитие прибрежных регионов, списать две трети задолженности субъектов по бюджетным кредитам, единовременно выплачивать по 2 миллиона рублей переехавшим на село работникам культуры, сократить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут, расширить программу социальной газификации на дачное общество и субсидировать покупку отопительного оборудования дальневосточникам. Внушительная часть обращения была посвящена поддержке участников специальной военной операции, семьям с детьми, бизнеса, здравоохранению и прочему. Губернатор Приморья Олег Кожемяка прокомментировал итоги ежегодного послания президента. Глава региона назвал обращение масштабным и грандиозным, дающим четкие критерии дальнейшей работы на местах. Те меры, которые обозначил президент, они касаются федеральной поддержки. Безусловно, это инфраструктурно-бюджетные кредиты, которые нужны для развития промышленности, для строительства. Это те меры поддержки, которые формируют уже такой социальный статус у человека, позволяющий уменьшить количество людей, находящихся за чертой бедности. Поэтому все, что было сегодня сказано на послании, охватывает все сферы и, безусловно, требует, конечно, большого напряжения и от региональной власти, от муниципальной власти, потому что это идет непосредственно от муниципалитета к федеральному центру. Везде это сопровождается, будет финансированием со стороны федерального центра. Безусловно, регион будет определять те задачи, которые наиболее важны для нас. Это должно коснуться каждого человека. Поэтому сегодняшнее это такое масштабное, грандиозное послание, которое дает направление работы нам как минимум до 30-го года, определяет четко критерии пути развития нашего государства, в том числе нашего субъекта Приморского края. И, безусловно, это станет нашим стержнем в нашей работе, который будет формировать уже в дальнейшем устойчивый рост нашего общества, устойчивый рост экономики и социальной жизни всех приморцев.